здравствуйте уважаемые зрители сегодня вот такая вот партия фургулитов если вы первый раз это смотрите то фургулиты это минералы которые образованы в природе от удара молнии в песок землю камень и тому подобное но в частности фургулит это в песок там другие еще названия есть и это синтезировано то есть лабораторно и и и и и начну я с того что опять акцентирую внимание на рубиновых минеральных образованиях которые несмотря на то что здесь огромное количество примесей которые с каждым разом все больше и больше а рубиновых реактивов все меньше и меньше все же еще немножечко вот тут есть рубин определяется ультрафиолетом вот у меня его лазер фиолетовый и он светится розовым ну и дальше практически его нет и вообще никаких других флюоресцентных минералов кроме него еще у меня не получалось возможно их слишком мало вообще в принципе итак в предыдущих видео которые можно найти по ссылкам в описании есть вот эти вот рубиновые варианты в виде блоков таких уже больше вот как вот это где-то они все конечно же пористые потому что фургулит это такой материал он монолитным быть не может разве что там в каких-то маленьких областях по крайней мере при данной мощности есть крупные природные образцы где довольно объемное оплавление но это в общем зависит от мощности электрического разряда так по поводу добавок исходное вещество это обыкновенный песок который у нас тут в краснодаре на реке есть потом ну туда входит состав исходный алюминий добавлялся титан магний углерод кобальт кобальт дает синий цвет который также в предыдущих видео там в изобилии в изобилии имеется на просвет также довольно таки насыщенный синий цвет а здесь какие-то вот такие образования но не факт что это еще от кобальта тут еще есть вольфрам который тоже может такой цвет давать кобальт и вольфрам с углеродом они были добавлены в этот суп из вот таких вот блоков это блоков это блоки для металлообработки твердосплав нет это керамический такой материал состоит на 8 процентов из кобальта остальное там вольфрама карбид вольфрама короче говоря изначально я его добавлял растворяю превращаю в порошок и подмешивал туда в песок а потом зажаривал а сейчас я уже его кидаю туда кусками потому что он во время реакции потихонечку растворяется и обогащает всю эту исходную массу продукта так необитантал необитантал ну вот есть вариант это из конденсаторов необитантал советского производства еще вот этот вот блок он тут взрос весь он состоит из пористого необия и внутри штырек из тантала по крайней мере так дают справочные данные вот это еще карбид вольфрама с кобальтом вот такие корочки это в основном из-за из оксида алюминия то есть корунт они рубиновые были и кстати говоря по поводу твердости то это в предыдущих роликов многократно царапалось стекло и рубиновым рубиновые лучше чем песчаные то есть песчаные это кварц на основе кварца у него твердость семерка у рубина твердость девятка по шкале моуса у алмаза десятка и ощутимо заметно что рубин легче царапает стекло чем кварцевый в общем все это есть в предыдущих видео вот это тоже заросший ниобиевый электрод я их сюда просто для образца положил а так вообще они на повторно идут обычно я делаю последнее время эту смесь на повторной как бы зацикленности ну то есть вот зажарил одну партию а то что осталось на следующий раз но то что осталось я еще что-нибудь добавляю обычно вольфрам тори был добавлен из вольфрам ториевых электродов для сварки которые не запрещены разрешены и можно их купить в сварочном магазине потом 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 ну там натрий серо хлор это не интересно калий марганец железо ну и хром соответственно для того чтобы с оксидом алюминия образовывался рубин и фосфор несмотря на то что как бы большое количество уже было вариантов и каждый этот вариант каждая сессия она имеет свой состав исходный на выходе на выходе соответственно тоже все отличается и из-за того что было большое количество компонентов меня как бы удивляет то что кроме рубина ничего тут не светится в фиолете не знаю может быть уран добавить но его нет так значит рубиновое направление это такие твердые какие то мне кажется вообще можно даже какие то инструменты делать у меня там есть такой вариант как в плейлистах называется рубиновое сверло крест прототип и в общем я там каменем сверлю для того чтобы показать что оно сверлит насчет как бы инструмента я не знаю а вот то что конструктивные элементы при цене 2 доллара себестоимость 2 доллара прошлогодняя за килограмм лабораторную себестоимость за килограмм рубинового готового фургурита она по-моему небольшая поэтому могут быть какие то деланные инструкционные элементы которые там необходимы чтобы они были жаростойкими там твердыми и тому подобное потому что при отработке конкретной методики можно добиваться текстур повторяемых там и тому подобное и обрабатывал я их алмазными дисками дисками с алмазным напылением алмазом они пилятся даже песочные из кварца они лучше всего алмазом пилятся другими инструментами ну в общем все остальные другие насадки они хуже чем у нас поэтому теоретически эти блоки если их делать большими их можно пилить алмазными пилами под нижние размеры ну вот у меня просто мощность ограничена всего 2 кВт да если взять например не 2 кВт а 20 кВт то соответственно грубо говоря вот эта штука она будет раз в 10 цельная штука вот эти обломки а цельная штука она будет ну раз в 10 допустим больше может быть это соотношение будет по другому работать неизвестно и даже при двух киловаттах я делал определенные смеси которые сплавлялись в большой вот такой вот кусок как вот эта вся мелочь только он был монолитный ну как монолитный он весь пористый кривой но он цельный как вот эти вот отдельные сплавленные в единую конструкцию значит рубиновый и обычный песок песок получается там себестоимость вообще полдоллара лабораторная себестоимость на промышленное наверное будет еще меньше песок и рубин ну или например не рубин а просто корунт и без хрома без добавки хромовый оксид алюминия просто корунт будет белый или туда я не знаю добавлять там титан будет там сапфир какой-нибудь ну в общем вариантов масса и все это конечно можно делать для каких-то конструкционных элементов а что касается конструкционных элементов там сразу не свой свойствами назначениями текстурами и тому подобное что касается тория то тория я пробовал добавлять для того чтобы посмотреть и калий кстати тоже для того чтобы посмотреть как можно связывать ипотетически какие-то там радиоактивные отходы потому что у меня там были в прошлом связи как бы по работе в этом направлении но в рф все это ничего это не делается и тому подобное поэтому просто ради собственного любопытства я добавлял туда и смотрел на активность ну и кроме этого еще там направление низкоэнергетической ядерной реакции она тут тоже как бы может быть вполне учитывая то что у меня только один вариант электрического питания можно эти варианты так сильно размножить что количество вариантов того что можно получать и условия синтеза они просто бесконечны короче говоря торий калий они как бы тестером дозиметром меряются и поэтому я смотрел в некоторых случаях в последних предыдущих в предыдущем по моему случае там где я уже наговаривал все что думаю там мне показалось что уменьшилась активность по сравнению с исходными добавками потом например был случай когда я добавлял только калий слишком мне показалась такая большая активность в общем эта тема конечно слишком серьезная чтобы ей заниматься поэтому я так просто посмотрел что можно и куда и почему так в принципе пожалуйста берешь жидкие вот эти бочки отходы смешиваешь их с песком и зажариваешь в реакторе специальном естественно там выбросы их можно собирать в виде дыма там газа все это естественно если если надо то могут собирать если не надо то могут и выбрасывать ну и тому подобное так ну что еще может быть может быть декоративные цели это понятно это зависит от как бы желания кого-то там кому-то это если понравится синтез элементов то есть веществ каких-то новых методиков они может быть например я справлял оксиды железа со стеклом получал некие такие фургулиты коричневые которые хорошо магнитились ну с посольством они магнитомягкие а дальше я уже как бы их не изучал вот и все соответственно какое-то интересует вещество исходные компоненты берутся и зажариваются и смотрится что происходит на выходе на выходе на выходе на выходе в Субтитры создавал DimaTorzok